Регулярно вызывается на строй час инвестор-застройщик жилого комплекса «Горизонт». Работы на стройплощадке ведутся с нарушением графика. В частности, уже трижды переносилось обязательство закрыть тепловой контур и начать внутреннюю отделку. По словам Игоря Бельских, проблемы возникли у подрядчика по установке окон. На других направлениях процессы идут. 18 числа я заливаю последнюю закладку парковки. И после 18-го освобождаю парковку и начинаю клеить гидролизационный материал. И начинаю укладывать утеплитель, который на площадке лежит. И начинаю вертикальную планировку для благоустройства. Значит, ну что сказать, работа идет, Алексей Алексеевич. Дома ЖК «Горизонт» обещают сдать до конца года. Глава района поставил задачу представить актуализированную дорожную карту с указанием всех сроков проведения работы. В конце августа их будет проверять госстройнадзор и выдаст уже окончательное заключение. О том, каким ресурсом временным обладает застройщик для того, чтобы в этом году выполнить свои обязательства перед дольщиками. По-прежнему тяжело выполняет поручение администрации компания «Промриэлт» – застройщик ЖК «Вега». Выполнено только одно – на дома зашла управляющая компания «Авангард» и уже поданы документы в ГЖИ на включение в реестр. Вопрос передачи инженерных сетей в муниципальную собственность не решен. Паспортизация не выполнена, но застройщик обещает сделать это до конца года. Эта же компания реконструирует дом 29 на улице Парковой. Здесь ситуация более управляемая. В один из отремонтированных подъездов уже заселяются жильцы. Алексей Валов запланировал выезд на объект. Фасад закончен 100%. Сейчас идет озеленение в другом устройстве. Вокруг здания чернозем привезли, траву рассеяли. И кровля, если погода даст, то до конца недели ребята закончат кровь. 29-й дом, видите, обрадовали уже. Медики и учителя живут, а остальные будем заселять потихонечку. У нас еще правоохранителям там будем квартиры представлять. То есть через две недели дом в полном объеме будет готов к тому, чтобы там комфортно проживали те остродефицитные специалисты, для которых мы планировали там жилье. Один из вопросов, который был вынесен на стройчас – будущая набережная вдоль улицы Шмидта. С подрядчиками и проектировщиками обсудили результаты проектно-изыскательских работ и ближайшие этапы строительства. Переход от теории к практике не бывает гладким. Иными словами, на любой стройплощадке часто возникают разночтения между проектной и рабочей документацией. Приходится корректировать, исходя из реального положения дел. Об этом и шла речь при обсуждении работ на набережной. Дальше идет скала Доломитова. Здесь немножко придется подкорректировать свай. То есть количество свай мы в районе 50 свай мы исключим. 50 свай мы сдвинем ближе к берегу. То есть от четвертой скважины немножко поменяется схема расположения свай. И все. То есть в принципе основания лучше, чем мы предполагали. Надо ввести авторский надзор этого проекта и, соответственно, корректировать. Куда бить свай, куда не бить. Меняется ни прочность конструкции, ни эстетичность конструкции, ни сроки выполнения работ. Просто меняется, исходя из ситуации, какие-то конкретные элементы проекта. Сейчас этот объект опасений у руководства района не вызывает. Первый этап реконструкции набережной вдоль улицы Шмидта, строительная часть, будет выполнен в этом году. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Маленькие липки.